Привет, сам Чухонец. Сегодня будет небольшое видео об игре Город Великие Машины. Это может многих заинтересовать, так как автор игры и издатель из России. На прошлой неделе я получал свою коэкстерторскую копию и успел сыграть две пати и двое. Сейчас я коротко расскажу о своих впечатлениях. Если интересует более оценанный обзор, то я могу потом записать, когда вернусь через пару недель. Я, Дитяна, не буду рассказывать о правилах, так как все это доступно на русском языке на сайте издателя. Как видите, издатель Краудгеймс. Итак, мой опыт. Я сыграл две дуэнные игры. Один раз за героя, второй раз за великую машину. И использовал в каждый раз трех разных базовых героев. Играть вдвоем, по-моему, тоже оптимально. Не надо дополнительно обсуждать решение за героев. Конечно, в игре тоже есть чисто кооперативный вариант. А также есть, соответственно, и соло-режим. Цели у сторон, конечно, разные. Великая машина, которая имеет власть над этим стимпанковским городом, хочет, чтобы в жизни воплотился ее план. То есть, стрелка доходит до отметки 12. Ну, как это сделать? В начале каждого хода открывается карта событий, где указаны условия, при котором стрелка диска будет перемещаться на одну единицу вперед. Также это можно выбрать, если вы во время облабы поймаете одного героя. Герой выигрывает, если им удалось три раза успешно собрать жителей на мятеж в конкретном районе города. Раунд, по большому счету, довольно типичный для такого рода игр. Как я уже упомянул, начинается раунд с тем, что открывается новая карта событий. Там, кроме условия великого плана для машины, есть конкретные обстоятельства текущего раунда. Потом все получают очки действий. Ну, конечно, они по-разному называются для каждой стороны, но суть от этого не меняется. И главное отличие, что герои имеют ограничения. Там могут иметь, например, 7-6 или сколько там очков действий. Машина может неограниченное количество очков иметь. И потом героев, их всегда три, надо тайно отправить в конкретный район. Можно, конечно, и остаться в том районе, где он уже находится. Далее великая машина может протратить свои очки и действия. Может переместить стражи или переместить свои слуги. Применить конкретные действия главных районов. Они будут уникальны, а также стандартные действия. Ну, облава, как я уже говорил, арест активного жителя города. Еще может ремонтировать сломанного стражи. А стражи, они заставляют героев тратить больше очков действий, чтобы покинуть конкретный район города. Например, два главных района позволяют также приобрести и потом сыграть карту директивы. Они весьма ощутимо могут усложнить жизнь для героев. Я, например, когда играл за машину, старался делать часто облавы. Ставил стражи в тех районах, где находились герои, чтобы им потом было дороже выходить оттуда. Ну и, конечно, при возможности активизировал директивы. У героев тоже есть довольно большой выбор действий. Ну, во-первых, каждый герой имеет уникальную способность. Некоторые из них очень полезны. Например, возможность дважды выполнить две действия. А актриса, которая похожа на саму Хаек, показалась намного реже полезной. Герой должен также переместиться на ранее выбранный район. Но, как я уже говорил, за каждого стража, который в том районе, где он стартовал и проходит, игрок должен заплатить одним очком действия. Если у игрока не хватает очков действия, то он может бросать специальный кубик. И это тоже одна возможность быть задержанным стражами. Также на карте выбранного района указано действие, что там можно сделать. В главных районах есть уникальные действия. В обычных можно повесить недовольство города на одну позицию, чтобы потом можно было легче поднять бунт. Основные действия – это сломать стража, посмотреть, какие жители готовы на бунт. Среди них могут быть, кстати, и предатели. А также можно их переместить в другой район. Ну и, конечно, самое главное – организовать мятеж. Для этого нужно, чтобы жители города с достаточным уровнем недовольствия в этом районе было больше, чем стражей и предателей вместе взятых. Что понравилось? Мне всегда нравилось играть игры, где играешь один против всех. И специальный дойный вариант. И до недавнего времени как-то издатели не баловали любителей этого жанра играми. Но если назвать похожие игры, то я бы сказал, «Адель», которая вышла в прошлом году. Там тоже борьба против компьютера на космическом корабле. У меня есть видео на канале. Там тоже космонавты должны исправить программу, прежде чем компьютер их всех убьет. У всех там тоже есть специальные свойства, множество секций, по которым игроки передвигаются. Но там все-таки игровое поле довольно статичное. В городе большой машины, кстати, можно перемещать конкретные районы, следуя, конечно, правилам перемещения. Также в том видео об Аделе я говорил, что нужны разные сценарии, чтобы грань не надоела так быстро. Но, конечно, издатели об этом позаботились и создали специальный буклет сценариев. А если в городе великой машине не было бы карт событий, то, несмотря на уникальность каждого героя, по-моему, игровой процесс был бы намного серым. Кстати, издатель тоже постарался, чтобы даже самый тупой игрок мог все понять. Все ситуации описаны очень подробно, до мелочей. И даже есть пример одной партии. Из минусов часто слишком далеко с героем не уйдешь, так как часто это довольно дорого стоит, и придется находиться в конкретной части города. Поэтому в великой машине тоже надо стараться изменять вот эту конфигурацию города, чтобы посещение конкретных районов стало невыгодным для героев. Далее я хотел бы поговорить, достаточно ли иметь только базовую игру. В принципе, можно сыграть где-то по Т-10, поиграть за обе стороны и попробовать разных героев, и потом задуматься о дополнительном контенте. Как вы видите, у игры есть еще 4 коробки. Ну, я почитал их правила и более-менее могу оценить, насколько они нужны. Начнем, например, с последователями. Они просто дают возможность использовать 6 новых героев, которые заменяют соответствующих героев. Ну, это большее разнообразие, это одно, но можно еще их использовать для того, чтобы когда поймали одного героя, его место занимает его дублер. Ну, в принципе, нормальное дополнение, но я бы не ставил его на первом месте. Второе дополнение эскалации, по-моему, то дополнение, которое обогащает игровой процесс. В его состав входит несколько модулей. Один модуль предлагает трех новых героев, но они, по мне, так более интересные, чем последователи. Например, там есть безумные ученые, которые что-то изобретают и потом может применить. Другой герой разные теории выдвигает и так далее. Второй модуль, это улучшает жизнь великой машины, появляется новый четвертый слуга. который может с помощью жетонов повлиять на игру. Тоже для других слуг есть возможность улучшить свои действия. Они становятся тоже более специфичными и более влиятельными. Еще один модуль, это дирижабль, который перемещается по городу и позволяет на каждой стороне по-разному повлиять на игровой процесс. Например, великая машина может там два специальных действия применить. Так что я искренне советую обратить внимание именно на это дополнение, как самое нужное. Кстати, вот эта небольшая коробка, это кистетовский эксклюзив. Там то, что вырезали из эскалации, ну, по сути, по одной карте, из каждого вида карт. Ну, я так понимаю, что российские покупатели получат этот материал сразу в коробке. Вторая маленькая коробка, это мини-дополнение и конфронтация. Ну, во-первых, вы там найдете запечатанный конверт, в котором находится апгрейд для Великие Машины. Также там будут две карты событий и четыре специальные карты событий на грани. Ну, под конец игры можно одну из этих карт на грани открыть, чтобы она дополнительно влияла на игру. То есть, больше придется что-то учитывать. Но главный модуль, это новый район города, дирижабль Оракуль и карта доступа к этому району. И особенность, то, что там нет ни стражей, ни обычных жителей. Ну, это может быть каких-то плюсом, то есть, через него можно передвигаться. Атака также и минусом. Если герой там останавливается, он не получает очков действия. Ну, кроме этого, игрок может там выбрать следующее событие. Это бесплатно. Это вроде бы все. В итоге получилось не так уж коротко. Конечно, в соло-режиме еще появляются там миссии и другие элементы. Но мне еще это предстоит попробовать. В целом, игра понравилась. Даже больше, чем Адель. Она, по-моему, более атмосферная. Можно еще отдаленно сравнивать город Великой Машины с Чужой Планетой. Особенно, если играть со вторым дополнением, где также надо спасать выживших. Там тоже есть эти диски существа, которые выполняют похожую функцию, как слуги Великие Машины. Вот такое позрение. Спасибо за внимание. Увидимся в следующий раз. Продолжение следует...